Департамент по труду и занятости населения Свердловской области составил список профессий, которым в регионе будут обучать предпенсионеров, нуждающихся в трудоустройстве. Как Уралинформбюро сообщили в Департаменте информационной политики региона, всего в списке 175 специальностей в 19 сферах деятельности. Подбирать пожилым людям учебный курс для повышения квалификации и новую специальность будут в соответствии с образованием и опытом работы. В списке есть как занятия, которые свободно можно будет освоить с нуля, так и профессии, которые требуют соответствующего профессионального образования. Предполагается, что работающим гражданам организуют обучение предприятия по специальностям, востребованным на рынке труда. А остальным гражданам, которые обращаются просто в службу занятости, вот именно этой категории предпенсионного возраста организуют обучение службы занятости. И будет выплачиваться еще стипендия в размере минимальной заработной платы по Свердловской области. С ОЗОВ можно выучиться, к примеру, на продавца, кассира, мастера по ремонту обуви, на вышивальщицу или маникюршу, а также освоить работу кладовщика, профессию кладовщика или тракториста, повысить квалификацию или освоить новые смежные специальности. Могут также и люди предпенсионного возраста, уже имеющие работу. Но это касается только тех, кто трудится в образовании, медицине, культуре, спорте и сфере информационных технологий, а также на промышленных предприятиях. Из расчета обучения примерно около двух месяцев стоимость обучения 30 тысяч рублей за месяц. Могут быть и выше стоимость, может быть и ниже. Значит, конечно, обязательное условие, чтобы гражданин после этого обучения приступил к трудовой деятельности или продолжил трудовую деятельность. Свою заявку, желающий пройти обучение, может оставить в нашем центре занятости. Отмечается, что по ряду специальностей возможно обучаться дистанционно, то есть через интернет. Стоит также напомнить, что предпенсионным считается возраст в течение 5 лет до выхода на пенсию по старости.